Привет, друзья! Я на отдыхе в Боровом. Хочу снять вам свою косметичку, уходовую, декоративную, ну и так по мелочам, что с собой взяла. Немного будут помехи, шумы. Я здесь, в принципе, кое-как нашла локацию, где снять, чтобы мне по минимуму мешали, ну и чтобы видимость была хорошая. Просто люди ходят. В общем, не знаю, как получится. Если что, будут шумы посторонние. Я надеюсь, вас это не смутит. Так, давайте. Вот такая вот сумка. У меня тут полностью все уходом забито, во-первых. Во-вторых, тут еще кое-что у меня есть рядом. Так, давайте быстро пробегусь. Вот этот вот рефрешер взяла с собой. Ну, естественно, все вещи помятые. У тебя нету. Ручного отваривателя тоже нету. Ну, я и не люблю такое носить с собой. Я взяла его целый, представляете? Видно, было плохо закручено. Или я не знаю, в какой момент. Ну, в общем, лежал он у меня в сумке. Ну, в такой, в косметичке там у меня лежали. И от мух, от комаров пластинки. И вот эти вот спиральки от мух, от комаров. Умигатор, спички. В общем, вся вот такая вот штучки. Все вот эти бальзамы для ног. Все лежало там. И вы знаете, это все вытекло. Теперь я им так и не воспользовалась. Целый флакон. Вот эта вот часть вся. Тут вот, по моим ощущениям, где-то вот столько осталось. Вот эта часть вся вытекла. Ну, благо, извините, вернее, благо, хорошо, что все пахло. Ну, мы все это сушили. У нас мы приехали, как раз дождь был. Ну, все, высохло, все нормально. В общем, эта штучка мне пока не понадобилась вот на отдыхе. Но она все равно есть у меня. Скорее всего, воспользуюсь. Дальше. Что у меня тут? Это, по-моему, муж. А, нет, это мои очки. Очки тоже от компании Фаберлик. Здесь у нас и салфетка от компании Фаберлик. Протирать очки. Вот. Это вторые. Я две штуки взяла. Ну, солнце. У нас только сегодня первый день солнца. Два дня были дожди. Но мы все равно успевали. Не прям целый день дождей. Но мы все равно успевали отдохнуть. Дальше. Из... Реноваж взяла из тоников. Не знаю. Мне показался универсальным. В общем, вот. Ничего не буду рассказывать. Ни про какой продукт. Просто показываю, что я взяла с собой. Ватные диски взяла Камилу. Так. Ватными дисками воспользовалась. Всем воспользовалась, кроме рефрешера. Я буду говорить, чем я еще не воспользовалась. И не знаю, буду или пользоваться. Сыворотку для волос взяла. Морошка. Пользуюсь активно. Уже парочку раз воспользовалась. Патчи гидрогелевые взяла. ICU. Тоже ими пользуюсь. Вот. Так. У меня здесь что? Волос, как всегда, мой. Мои волосы. Как говорят же, в доме, когда кот, шерсть – это приправа. Вот в доме, когда я, мои волосы – это приправа. Везде мои волосы. В общем, вот. Они немножко у меня подсохли дома. Я сюда налила сыворотку B-Royal. От компании Faberlic. И вот сейчас пользуюсь этими патчами. Пользовалась, воспользовалась я этими патчами. Ну, с утра отеки, много воды. Пью, пиво пью. Отеки все равно есть. Так. Вот это вот лето. SPF50. Он для лица. Но я планирую тело наносить. Я еще не пользовалась. Потому что у нас сегодня только первый день солнца. Я не хочу ходить сейчас в активное солнце. Потому что сейчас нельзя, во-первых, загорать. Мне вообще нельзя загорать. Я боюсь, что я сгорю. И пойдем где-то часа три. Вот так вот. Здесь минут 15 ходьбы озера. Отдельно видео снимаю про наш отдых. Это будет видео отдельно. Еще не пользовалась. Вот сегодня обязательно воспользуюсь. Влажность здесь очень повышена. Мне и так жарко. Тут еще влажность. Дальше. Естественно. Дезинфицирующий гель для рук. Мы в поезде им пользовались активно, когда ехали сюда. Потом у нас лето and plash. Это гель, охлаждающий интенсивное увлажнение. Ну, вот после того, как сегодня пойдем. Наверное, помоемся, искупаемся вечером. И намажу, как бы, свою кожу успокоить с кислородным комплексом. В общем, это вот, ну, когда вот перегреешься на солнце. Дальше. Вот это мужской мужа дезодорант Айдео. Кул контроль. Дальше пятноводитель жидкий вот такой взяла. Тоже еще не воспользовались им. Но взяла мыльница. Попалась. Айсберю. Тут уже все. Бардачок у меня. Так. Вот это Айдео я один раз всего лишь воспользовалась. Сегодня. В те разы. Мне особо жарко не было. Кстати. Это у нас с зеленым чаем. Взяла я жидкость для снятия лака. В мешочек положила. Тоже Фаберлик. Потому что я не успела сделать гель. Он у меня здесь уже отрос. И я нанесла сюда лак. Простой, обычный. Фаберликовский. Я покажу. Ну, думаю, если какие сколы будут, сотру и опять нанесу лак. Но еще не воспользовалась. Дальше. Вот такие активы. Видите, охлаждающие гелевые пластыри для тел. Мгновенно охлаждающий эффект. Тоже им еще вообще, в принципе, ни разу не воспользовалась. Но взяла на отдых. Вот они как были. Пять штук. Так и лежат. Сегодня, может быть, воспользуемся. Я говорю, сегодня ярко-активное солнце. Поэтому, скорее всего, воспользуемся. Дальше. Вот такое вот масло я взяла. Ума Бэби Кэм. В общем, я взяла, чтобы увлажнять кожу. Там, допустим, загоришь. Но мне оно уже пригодилось. В общем, мы попали под дождь. Я была в платье. Купальник мокрый. Я не переодевалась на пляже. Ну, думала, сейчас солнышко. Ну, как, не солнце было, а так. Ну, думаю, обсохну пока погуляю. И что вы думаете? Вот под дождь попало. Мы много-много ходили. Я растерла внутреннюю часть бедра. Обычно я наношу на внутреннюю часть бедра вот этот вот дезодорант. Оно как бы идет против трения. Но в этот раз не стало. Потому что мы шли купаться, плавать. И, в общем, меня сейчас выручает вот эти вот от натертости. В общем, растерла внутреннюю часть бедра. И, получается, я этим сейчас масло наношу на эти участки тела. Мне помогает. Дальше. Что я взяла? Естественно, кислородные бальзамы я взяла. Кислородные два бальзама взяла. И взяла крем для век кислородный. Что я делаю? Я наношу тоник Риноваш. Вот мой уход. Потом наношу крем для век кислородный полностью на все лицо и на кожу век. И потом я наношу бальзам. В общем, вот. Не буду открывать. Поверьте, они здесь есть у меня. Бальзамы взяла две штуки, потому что их по 15 миллилитров. Может быть, и на тело, и на укусы комаров. На укусы комаров, кстати, бальзам я наносила. Покажу сейчас, что наносила. Потом я взяла вот такие салфетки. Влажную салфетки, чистящие для экранов и мониторов. Здесь они уже высохли, но я сюда добавила мицеллярную воду. И они стали влажными. Зачем я это взяла? Для того, что мы с собой взяли ноутбук. Нам нужно было мужу и мне на нем поработать. Вот прям вот срочно, вот в этот момент, когда мы пошли отдыхать. Ну и ноутбук протирать. Мы взяли Алису протирать. Сотовый телефон его, допустим, протирать. Вот для таких случаев. Я пока что не воспользовалась ими. Тут их немного, но они есть. Дальше вот такой взяла. Мисс Скини Блёр. Не знаю, не пользовалась. Скорее всего, навряд ли воспользуюсь. Может быть, и воспользуюсь. Ну, взяла. Думала, тональным кремом не буду пользоваться. Вот этим вот нанесу. Но, как оказалось, что я кушаном больше пользуюсь. Дальше взяла. Естественно, сухой шампунь. Воспользовалась. Вчера вот этот вот мусс тоже воспользовалась. И вчера. Нет, позавчера. Сегодня два раза. Вот сухим шампунем один раз. Это два раза. Пока что. Ну, у нас только начало отдыха. Может быть, и пригодится. Вот такую штучку. Она у меня вся уже стерлась. Раствор для линз. Я таскала в сумке постоянно. Так срок годности не вышел. В общем, для контактных линз. Чистая слеза. Такой он бюджетный вариант. Но пойдет. Дальше взяла вот такой вот крем. Как он называется? Sun Style. Здесь уже срок годности вышел. Но, думаю, на тело. Солнцезащитный крем для лица и власти гудекульты. Но, я думаю, на тело нанесу. SPF 30. Здесь невысокая степень защиты. Ну, средняя, я считаю. С маслом ШИ, витамином Е. Водостойкий. Вот мне нравится, что он водостойкий. Предотвращает солнечные ожоги. Влажняет, смягчает. 75 миллилитров. И еще им не пользовалась. Но, думаю, что сегодня воспользуюсь. Дальше взяла фитолизин. Это на случай, если почки заболят. На всякий случай. Ну, случаи бывают разные. Сами понимаете. Универсальный крем с аргинином. Им я воспользовалась. И нанесла сначала. Вообще, когда только пришла. От того, когда бедра я натерла. Я нанесла сначала крем с аргинином. Немножко пощипывала. Потом на следующий день, через день уже масло наносила. И наносила на укусы комаров. Здесь хоть сказали, комаров нет. Но меня комары везде найдут. Меня всю искусали. Все ноги, все искусанные. Вот от укусов помогает именно вот этот вот крем с аргинином. Ну, я имею в виду не такой зуд. Малавтелин взяла крем тоже на все случаи жизни. Он тоже там от многих проблем. Как и укусы, и порезы, и ссадины. Но еще им не воспользовалась. Слава богу, в принципе. Дальше. Вот такие вот грязненькие пакетики. Я вам показывала, как есть. Вот они. Это у меня от красок же остается. Я хоть тихо сполоснула, но, видно, плохо споласкивала. Извините за такой бардак. Вот это ботаника краска. Это просто вот после мытья головы бальзамами пользуюсь. Вот такие пакетики. Салон Ке. Салон Ке. Салон Ке. Два штуки я уже воспользуюсь. У меня была палет и какая-то другая еще бальзам. В принципе, ничего с ними не происходит. Но только внешний вид не очень. Дальше крем для рук взяла. Ничего не пользовалась. Не нужен, в принципе. Пока что вот такой вот я взяла, как он называется, вот этот вот крем. Который лотос увлажняющий. Лимитированная коллекция у нас была. Пилинг Биоси. Не пилинг, а пудру взяла энзимную Биоси. Не пользовалась еще ею. Но, думаю, воспользуюсь. Пудра – это очищающее средство. Мицеллярную воду. Здесь не вербена была. Просто у меня тюбик оставался. Я сюда перейла геолуронку. Ею уже раза три воспользовалась. Ну, потому что подкрашиваюсь я. Все равно подкрашиваюсь. Дальше взяла мыло. В принципе, у нас там другое мыло лежит. Не знаю, взяла с собой, не взяла. Покажу вот такое вот Ванди Авантюр. Дегтярная взяла мужу. Но он, по-моему, им и не воспользуется. Он любит дегтярное мыло. В общем, вот. Вот такой вот крем. С моментальным осветляющим эффектом SPF 15. SPF 15 эксперт. Тоже еще не пользовалась им. Ну, это вот, чтобы сразу отбелить лицо. Ну, я всплываю, что тут небольшой. Вот это аромео взяла. Лаванду и зеленый чай. Это аромео взяла именно для таких целей, чтобы смазать что-то от укусов насекомых. Либо от зуда. Ну, для каких-то там целей. Не знаю, для всяких разных. Можно, в принципе, в кремы добавить. Но ими я еще не воспользовалась. Как получится. Так, это крышка от Муса. Думала, где она потерялась. Быстренько пробежалась. Вот такой взяла освежитель. Полость рта тоже еще ни разу не воспользовалась. Ну, взяла, пусть будет. Взяла вот эту вот Green Karma маску. Тоже еще не пользовалась ею. Не знаю, воспользуюсь. Нет. Очищающую 75 миллилитров. Она очень хорошо пор усажает. Ну, и такой сос-крем для активных людей. У меня проблема коленных суставов. Ну, и так на случай вдруг, что, как говорится, случится. Это все взяла. Все это в сумочку вот такую положила. Так, теперь все надо сложить. Я, видите, быстро пробегаюсь, пока здесь никого нет. Во-первых. Во-вторых, ну, чтобы мне никто сейчас не помешал. Показываю, что я беру. Сейчас еще будет. У меня тут еще кое-что есть. Это я быстро сложу. Ой. Покажу вам сумку. Вот такая сумка. Она... Две сумки была большая для вещей. Такая вот маленькая, ну, для косметики. И, как видите, чемодана крепятся одна на одну. Классные сумочки. Специально вот для отдыха взяла. Так, эту геолокацию я снимала уже. В другом видео будет. Ну, где я нахожусь. Так, это я складываю, складываю, складываю. Все так прям сваливаю, потому что все равно там бардак получается. Дальше. Вот эта вот сумка мы таскаем с собой в душ. Туда все кладем и несем в душ. Естественно, взяла пластыри. Вот эти пластыри на основе перца для ног. Ну, для суставов. Я ими уже воспользовалась. И брала пластыри детокс. Тоже ими воспользовалась уже. В общем, активно ходим. И ноги, естественно, болят. Тем более, я сюда приехала уже с коленкой больной. Я сейчас ее активно лечу. Свечи ректально вставляю. Артоксан, по-моему, называется, да. Для суставов. Вот эти вот тоже пластыри я брала. Маден Корея. Классные пластыри. Я думала, они будут сильно гореть. Нет, они немножко греют. Но очень хорошо помогают. И мне нравится, что они тонкие. Я ими уже воспользовалась. Дальше, естественно, влажные салфетки в поезде. И здесь нам всегда нужны. Андрей в этот раз взял, муж мой, вот такие вот детские 120 штук. Но мне все-таки фрешмакер понравились. Как они фрешмакер, по-моему, называются. Они гораздо влажнены. Более влажные. И подешевле все-таки. И получше они все равно. Естественно, взяли с собой вот такие вот туалетную влажную бумагу. Вот две пачки взяли. Салфетки у нас. От пятен тоже взяли. Обязательно. Дальше. Гель для душа. Естественно, воспользовались бонжорни. Вот такой я взяла серии Эксперт. У меня оставался именно для лета. Саммерке. Два в одном. Это шампунь. Шампунь. Вот именно сейчас я им пользуюсь. Единственное здесь минус, конечно, флакончик. Он здесь не давится. Я вот так вот сюда воду немножко набрала, чтобы, во-первых, он сильно густой. И флакон не давится. Выходит оттуда плохо шампунь. И, в общем, вот. Ну, естественно, воспользовалась. Купаемся. Можем. Дальше. Интим гель взяла. Эксперт фарма гиалуронка. Вот эту вот штучку взяла. Дайга. Но, вы знаете, мужу помогают. Мне вообще не помогает все, что связано с комарами. Мне все равно они кусают. На меня нападают. И я потом лечусь от укусов насекомых. У меня вот такие вот прям шишки. Но все равно брызгаюсь им. Спреем брызгаюсь. Воспользовалась. Я, кстати, туда немного добавила масла лавандового. Вот этого вот аромиа. Ну, вот мыло с мыльницей. В принципе. Мыло, кстати, вкусно пахнет. Вот это вот. И мыло хорошее. Саваннах, что ли. Очень яркий, насыщенный аромат. Мне понравился. Так, мужу. Гель Barber Lab для бритья и умывания. Он воспользовался уже. Сейчас активно вот этим я муссом пользуюсь. Для глубокого очищения Global Oxygen. Прям вот активно пользуюсь. Зубную пасту мы вот эту вот взяли. Но уже второй раз у нас происходит, что она вот здесь вот ломается. Видите? Живица кедра. Так, хорошая зубная паста. Но она вот именно здесь ломается. Мы кое-как зубы чистим. Но чистим. Ну, потому что взяли. Так. И у нас так случилось, что две одинаковые щетки. Я их пометила. Как я их пометила? А, вот так вот. Вот это моя, видите, лаком. Это мужа. И его станок. Станком он тоже, естественно, воспользовался уже. Это для умывания лица. Кому это важно и интересно. Дальше. Так быстро пробежалась. Дальше взяла с собой вот такие вот маски. Они у меня, если честно, уже давно лежат. Но они еще влажные, нормальные. Скорее всего, с свободностью. Потому что здесь кремовая маска. Она, вот видите, прям высохла. Ее здесь нет. А вот здесь вот тканевые маски. Вот сюда взяла. Уже одной воспользовалась. Вообще классные маски. Хорошо увлажняют. Взяла вот такие вот маску. One Vic Miracle. Вот. Еще не пользовалась ею. Вот их сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опять волос мой. Так, дальше. Вот такой Био-Си ароматерапия взяла. Тоже хорошо, очень. Ну, бальзам первая помощь. От укусов помогает. Но еще не воспользовалась. Потому что я другим. Ну, другое наносила. Но тоже очень хорошая штучка. Надо будет не забыть от укусов. От тоже от ожогов. От порезов. Ну, там от каких-то мелких таких. Незначительных. Всяких разных. Так. Еще один дезинфицирующий гель для рук. Ну, его много не бывает сейчас. Так. Взяла я пилочку на всякий случай. Ну, вдруг тут ноготь сломаю или еще что. А, кстати, взяла вот. Что хотел показать. Два листовых порошка. Ну, думаю, состернуть может быть. Мы, конечно, вещей достаточно взяли. Ну, на всякий случай. Еще не воспользовалась. Это у нас листовой порошок на основе мыльного ореха. Для стирки. Компания Фаберлик. Не стала всю аптечку носить. Просто у меня перекись водорода здесь вместе лежала. Ее, естественно, взяла на всякий случай. Перекись водорода. Вот это вот я взяла для того, чтобы, извините, в туалет ходить. От физиологических запахов. Ну, просто этим я не пользуюсь. Сторы. Коктейль Сторы. Так вот в туалете побрызгать хорошо. И Андрей Мушму не пользуется вот этим эйвенским дезодорантом обычным. Он тоже не пользуется. В туалете побрызгать тоже пойдет. Не воспользовались еще. Там стоит дезодорант. Освежитель воздуха. Ну, мы взяли. Так на всякий случай вдруг не будет. Я имею в виду, в туалете есть дезодорант. Дальше. Зеркало взяла. Вот она я. Я потом выйду к вам в лицо. Зеркало взяла вот такое вот двойное. Это тоже от компании Фаберлик. Дальше взяла вот такие вот кусачки Зингер. Тоже не воспользовалась. Но на всякий случай, как говорится, взяла. Что в прокладке, кстати. У меня были все в прокладке. Вот в этом рефрешере. Когда он у меня разлился. Вот я вот так вот вытащила, сушила их. Но благо не намочилась. Прокладки. Ну и там еще одна у меня пачка, по-моему, есть. Дальше. Из косметики декоративной. У меня облегченная. СПФ 25 здесь. Что-то уже тут замаралось. И с коллаген вот взяла я. Кувшин. Вот. Им пользуюсь активно. Такую же помаду взяла. Сейчас она на мне тоже пользуюсь активно. Ну, помада такая. Середнячок. Вот этим вот лаком. Калорки я нанесла вот сюда вот. Вот этот вот лак. Артикул, может, кому-то нужен. 7,7,6,1. Но вы знаете, сколов пока я не вижу. Дальше взяла тушь, термо-тушь. Неплохая тушь. В принципе, я и вот активно сейчас пользуюсь. Фаберлик. Потом гель для бровей тоже от компании Фаберлик взяла. Вот такой взяла. Блеск тоже пользуюсь от компании Фаберлик. Дальше взяла вот это уже база и топ. Покрылась вот после вот этого лака. Дальше что я тут взяла? Вот эти вот салфетки взяла и цискли, но ими еще не воспользовалась. Но они мне так лежат. Уже тут страшно. Естественно, зеркало мое выходное. Ну, практически всегда им пользуюсь. Так, что тут? У меня даже ручка есть от компании Фаберлик здесь. Такие вот взяла щипчики для бровей. Они как-то по-другому называются. Я не помню как. Капли для глаз. Хиллора взяла. Вот. И взяла духи. И духи я взяла вот такая вот у меня косметичка тоже от компании Фаберлик. Видите? У меня все практически много чего от Фаберлик. Духи я взяла вот такие вот разовые. Уже таких нету. Вот. Даже название не читаю, потому что коверкать не хочу. Потом у меня вот такая косметичка Арифлеймовская есть. Ей, не поверите, наверное, лет 20. Но она у меня... Ну, я ее не выкидывала. Она классная вот именно для таких вот целей. Сейчас я покажу. Мне не то, что жалко выкидывать. Она просто удобная. Вот эти прокладки я взяла на критические дни. Почему они раскрыты? Потому что рефрешер у меня вылился. Я сушила их. Они немножко промокли, но они нормальные. На всякий случай прокладки взяла для критических дней. У меня сейчас их нету, но я на всякий случай взяла. Так, я еще, кстати, тампоны взяла. Я тампонами только на отдыхе пользуюсь, на всякий случай. Потом я взяла вот такие вот пластыри. Это от компании Фаберри. Коробку я дома оставила, не стала тащить. Это вот пластыри для порезов. Вот, всякие разные. Вот маленькие, кругленькие, там, квадратные. Смотря какой порез, на всякий случай. Дальше, что у меня здесь? У меня здесь, смотрите, зубочистки, палочки ушные, ватные. И, естественно, градусник. Вот, зажигалку взяла, чтобы костер разжигать. Ликопластырь. Взяла нитки с иголкой. Вот. Булавки. И булавки и скотч. Не знаю, видно вам было, не видно. Вот так вот. Это я взяла, вчера, кстати, не могла найти, не вспомнила, где. Для эластичного бинта я ногу вчера перевязывала. Вот. Так, это обратно сюда. По-моему, все я вам показала, все рассказала. Там по мелочам, конечно, осталось еще у меня, у нас в комнате. Но это не важно. Главное, вот, все важно, как говорится, показала. Все. Сейчас лицом к вам выйду. Про отдых отдельно, как мы отдыхаем, в другом видео будет. В общем, два будет видео, скорее всего. Может, три даже. Может, два про отдых будет. А одну, вот, получается, косметичка. Так, что хотела сказать. По-моему, еще что-то у меня было. Сейчас, одну минутку. Ну, нет, не вижу ничего. Другой сумки. Ну, вот еще сумка вот эта вот моя, которая рюкзак. Я ее с собой беру, как ручная кладь. Теперь сейчас выйду к вам лицом. Так, буду смотреть не на себя. Постараюсь смотреть вот сюда, вот, в камеру. Не знаю, как получится, не получится. В общем, вот. На мне сейчас, естественно, уход нанесен. Голова чистая. Только я не уложила, просто собрала. Сейчас еще уложу волосы. Здесь просто повышенная влажность. Что еще хотела сказать? Немножко тут вот кушан. Ресницы я только верхние накрасила гелем для бровей. Ну, и вот эта вот помада, как она на мне смотрится. Которую я вам сейчас показала. It's Clea. Отдых, конечно, хороший. Отдыхать очень хорошо. Приятно. Мне нравится отдыхать. Что еще хотела сказать? В принципе, у нас здесь такое. Ну, не такое, прям все включено, естественно. У нас тут еду все сами, мясо все сами. Единственное, нам предоставили. Ну, я отдельно видео сняла. Рум-тура кухни вот этой, где я сижу. Потом, где мы спим. Кое-что тут поснимала. Природу какую поснимала. Вы знаете, я только хожу на озеро. И вот прогулялась немного. В лес я никуда ходить не буду. Не хочу. Во-первых, это все связано с активностью. Я неактивный человек. Во-вторых, ну, с моими ногами, суставами. Ну, попросила мужа. Если он, ну, когда он пойдет за грибами, он рассчитывает за грибами сходить. Ну, мы, кстати, уже насобирали грибов. Я уже и картошку пожарила с грибами. Пойдет за грибами, когда тут вот дождь, солнце, все есть. Я его попросила поснимать уже лес. В горы мы навряд ли пойдем. Я не хочу. А он без меня точно не пойдет. Но, ну, почему я не хочу? Я не люблю. Я не активный. Я не люблю активный отдых. Я люблю, вот еще раз повторюсь, лежать возле морюшка, возле озера, возле речки. Там где-то на природе просто лежать без никого. Сейчас у нас 12 часов дня. Мы не идем туда на пляж, потому что, во-первых, суббота. Во-вторых, ну, людей много. Во-вторых, солнце активно. Мы пойдем уже в часа 3, полчетвертого туда на пляж. Так, ну, все. Надеюсь, вот обзор был полезным для вас. С вами была Людмила Хамула. Всем пока. Всех целую.